В рамках празднования Дня города на площади Владимира Храброго прошел второй открытый чемпионат по мото-маневрированию или мото-джимхану на призы клуба «Ветеранс МС». Мастерство вождения байкеры демонстрировали до позднего вечера. В этом году организаторы усложнили трассу, добавив такие элементы, как круговое движение и развороты на 360 градусов. В соревнованиях приняли участие мотоциклисты из Серпухова, Москвы, Королева, Ступина и других городов Подмосковья. Стоит отметить, что серпуховские байкеры объединились и не делят друг друга по принадлежности к клубу или общественной организации. При полной, по словам мотоциклиста, в поддержке главы города Дмитрия Жарикова. У нас мероприятие с некоторого времени, как он пришел к руководству города, перестало во многих средствах массовой информации, вражда клубов и прочее, у нас объединено. То есть мы все дружим, мы все общаемся. А с волками? Мероприятие с волками тоже у нас прекрасные тесные отношения. Вот у нас недалеко, как вчера было, мероприятие «Свеча памяти» с их участием. Тоже мы совместно это делали. Они сегодня приедут. Мото Джимхана – это спортивные испытания на время, выполняя которые, участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование. Соревнования проходили на асфальтовой площадке у администрации среди искусственных препятствий. По условиям состязаний каждый участник пешком проходит трассу для ознакомления, а затем все стартуют по одиночке в определенном порядке. В соревнованиях могут принимать участие любители или новички. От гонщика требуется минимум экипировки и никаких специальных лицензий для участия. Мото Джимхана требует от гонщиков знания техники, ускорения торможения, управления и контроля веса, умения настроить мотоцикл на максимальную производительность, способности оценить наиболее эффективную траекторию прохождения трассы. Для того, чтобы маневрировать среди искусственных препятствий, выполняя восьмерки, змейки, скоростные затяжные повороты, надо в совершенстве владеть мотоциклом. Главная задача заключается в том, чтобы проехать быстрее всех. Если же участник касается ногой асфальта, задевает конус или не останавливается в финишном коридоре, он теряет баллы. Получается зрелищно. После шоу зрители смогли сфотографироваться с мототехникой, стать пассажиром железного коня, оценить и даже приобрести байкерскую атрибутику в специализированном магазине, а также послушать тяжелую музыку рок-фестиваля. Продолжение следует...